Каждому сельчанину по дрону и будет у нас киберколхоз. Всем привет, это Агрокурьер. Поговорим в этом выпуске о беспилотниках. Действительно, сейчас это реальность, которая формирует повестку завтрашнего дня. Эти цифровые птички помогают фермеру в закладке, мониторинге и сборе урожая. Но еще существует немало узких мест. В этой программе расскажу о плюсах и минусах беспилотной авиации в сельском хозяйстве, о нормативно-правовых барьерах и о том, как государство собирается решать эти вопросы. Аграрный киберпанк настал. Времена, когда беспилотники применялись исключительно для аэрофотосъемки, давно в прошлом. На что способны агродроны презентуют на масштабном семинаре-практикуме на площадке Самарской машиноиспытательной станции. Основная обработка идет уже в автоматическом режиме. То есть автоматический дрон запускается на задание, полностью обрабатывает заданное поле, автоматически садится. То есть оператор контролирует просто весь процесс, норму вылива и высоту, и, соответственно, безопасность полета самого. Какие функционалы? Что он делает? Удобрения разбрасывает? Данный дрон сельскохозяйственный полностью может вносить любые удобрения, пестициды любые. То есть это фунгицид, гербицид, инситицидная обработка, диссикация полей. Также на опыте сеяли рис, вносили карбамид, то есть подкормка идет такая именно. Насколько хватает вообще полезной нагрузки? Сколько килограммов, сколько он сам весит? И в работе он сколько вообще времени проводит? По времени, то есть вылет у него идет где-то в районе до 8 минут на одной батарее. То есть потом надо будет сажать и батарею менять. За этот вылет он в районе 5 гектар может обработать. За час один дрон плюс-минус 20 гектар. За смену, так как у нас в комплексе по два дрона и два оператора, то есть 450 плюс-минус гектар за смену может обработать. Агродроны буквально влетели в жизнь аграриев сравнительно недавно. Их несомненное преимущество в универсальности. И тепловую карту полей составят без привлечения спецтранспорта. И удобрения с агрохимией внесут, посеют и даже подскажут фермеру, когда созрел урожай. Вот так начиналась беспилотная сельскохозяйственная авиация. Еще из плюсов беспилотников – высокая маневренность и вариативность. Они способны работать на влажной почве, когда в поле не может заехать самоходный опрыскиватель или трактор с прицепным агрегатом. Сюда же отнесем точность и равномерность внесения средств защиты. Преимущество первое – это экономия воды. Если, допустим, у вас поля находятся на дальнем расстоянии, там 30-40 километров от базы, и у вас там есть проблематика с забором воды, то есть в каких-то прудах, озерах или речках, такой формат устраняет вот эти расходные части, то есть на транспортировку воды, на ее экономию. Потому что, ну, расход, там, если сравнивать, если даже минимальный брать расход у наземного опрыскивателя – это, там, 100 литров, там, 70 литров на гектар, то тут от 7 до 10. То есть это уже минимум, там, в 10 раз. Ну, конечно, тут такой машиной может зайти раньше в поле. То есть не нужно ждать, пока подсохнет почва. Нужно лишь дождаться, чтобы лист растения был сухим, и можно было нанести туда препарат. Вот так вот мы выступаем за цифровизацию неба, да? Конечно, да, да. Вот такие аргументы. Однако все новое не сразу идет, а вернее летает по накатанному маршруту. Некоторые аграрии считают, что пока поддержка с неба технически еще далека от идеала и экономически не доказала свое преимущество перед наземной техникой. Планируете ли использовать агродроны? И вообще, вот как смотрите вот на это новое веяние, на новую технику? Ну, вообще это перспективное, конечно, направление, но в данный момент я считаю мое мнение, что пока не готовы мы их использовать. Почему? Объясню вкратце. Во-первых, надо персонал готовить соответствующий, чтобы умели эксплуатировать дорогостоящие игрушки. Во-вторых, это химики должны быть параллельно готовиться. То есть химия у нас вся рассчитана сейчас на вылив определенного объема воды. То есть это 200 литров, да? Ну, в среднем берется. 300 литров берется. Здесь агродроны не позволяют этот объем воды эксплуатировать, конечно. Поэтому я думаю, что это в будущем, когда они будут уже более серьезные, более такие, так сказать, объемные уже. С другой стороны, химики уже подготовят химию, которая именно для использования этих дронов. Хорошо. А если на мониторинг, например, взлетела птичка и увидела, мониторинг полей провела, где нужно? Ну, точно, да. Точно обработку – это да. Это вот самое то. Допустим, где-то, может быть, появились какие-то, может быть, не дай бог, конечно, карантинные сорняки. Может быть, какая-то появилась краевая обработка необходимая от каких-то вредителей полей. Вот это да, может быть. То есть, чтобы не вредить посевам, чтобы где-то точно обработать уже на каких-то полях. А полностью заменить наземную технику, пока они не готовы. Отметимые недостатки агродронов – это, в первую очередь, необходимость постоянной зарядки батареи, ограничения по объему бака и, кстати, та же зависимость от погодных условий. При резких порывах ветра прибор не будет правильно работать. На семинаре практикуме обозначают еще один нюанс – отсутствие сертификации химпрепаратов для применения с высоты. Их нужно сертифицировать под ультрамалообъемное внесение, поскольку все препараты, даже для авиационного применения, идут с дозировкой рабочего раствора от 50 до 200 литров, как правило. И на сегодняшний день нет ни одного препарата, который мы можем вносить дронами с соответствующей сертификацией. Вся химия предназначена, во-первых, для наземного использования. Если авиационное использование, там свои требования есть. И такой химии очень мало. Для малообъемных у нас химии такой нету. Нужны новые разрешения, новые исследования. А как бы два года назад тому Россельхознадзор все спускал это так это между пальцев. А сегодня все очень строго. И поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эти структуры. Можно себе сделать дороже. С другой стороны, применение дронов очень дорого. Для себестоимости продукции сразу на гектар ложится по прошлому году как минимум 2000 рублей. Что будет дальше, ну кто ее знает. Вообще появление беспилотной авиатехники делает актуальным знаменитый лозунг из прошлого века. Комсомолец на самолет. Вот только эксперты считают, нужно сперва определиться с понятием агродрона. Это сельскохозяйственный агрегат или воздушное судно? Мы сегодня берем любой беспилотник, и пилот, и оператор тот самый, может в принципе улететь куда хочет. Это основная проблема. Потому что они знают, ну хорошо, ты же можешь залететь высоко и попасть в зону полета воздушных судов. Ты можешь улететь налево, попасть в дезапретный объект и так далее. Вот мы побежали впереди технологии. Понимаете? На мой взгляд, вот Роман Владимирович очень правильно, вот когда выставлял, что надо делать. Вот один из пунктов, он указал, сформировать правильные технические задания. Но для этого мы должны создать технологии, которые не позволят этим аппаратам уйти туда, где им летать нельзя, тогда, когда летать нельзя и так далее. И, соответственно, приземлить их, если это необходимо, каким-то другим способом. Следующий момент. Есть возражения Росавиации, например, ну на поле, вот все знают, да, может садиться аварийный борт. Ну, бывает, что большая авиация, или там сельскохозяйственная авиация какая-то, можно сесть на поле. Ничто не мешает сделать техническое решение, которое видит это АЗНВ, он просто от него уходит, отворачивается. Еще раз говорю, нам надо сначала сделать технологии. Технологии, которые обеспечат безопасность и эффективность их применения массово. И когда мы эти технологии апробируем, докажем, вот тогда все остальные органы, увидев это, что мы видим, что он может летать только в этом заданном пространстве. Они его могут видеть, что он там летает, то есть они видят, есть система контроля за их полетом. Он не может оттуда вылететь, он не может взлететь в то время, когда нельзя взлететь. Понимаете? Вот только в этом случае они примут эти решения, и мы пойдем дальше двигаться. Мне кажется, надо сначала все-таки заняться технологическим вот этим апробированием, развитием, а потом пытаться идти в регуляторику. Часть экспертов уверены, что необходимо проработать технологии и технические регламенты применения дронов ВПК. А за этим многие нормативные барьеры и избыточные требования к допуску агрокоптеров в воздушное пространство могут отпасть сами по себе. Россия – аграрное государство, и поэтому применение беспилотных авиационных систем в сельском хозяйстве – это вот прям самый приоритетный приоритет. А мы начинаем смотреть куда-то в стороны. Там какая-то логистика, какие-то даже пассажирские перевозки. На мой взгляд, мы к этому не готовы еще ни технологически, ни юридически, ни инфраструктурно. А вот АПК – это наше все. И стоит сконцентрироваться. Это вторая задача. Третья задача. У нас телега побежала впереди коня. Нам нужно создавать новые технологии. Действительно новые технологии, инновации, касаемые применения беспилотников в сельском хозяйстве. А только потом делать заводики по производству беспилотников, потом учить миллионы операторов. Потому что пока нет технологий, которые обеспечивали массовость применения. Массовость применения для чего? Когда сельхозпроизводителю будет выгодно, когда он получает экономический эффект, тогда он будет эти технологии востребовать. У нас их нет сейчас. В России почти 300 тысяч сельхозтоваропроизводителей. И лозунг о том, что каждому сельхозпроизводителю беспилотник – это здорово, конечно. Но где технологии и где кадры, которые с этими технологиями умеют работать? Вот, наверное, три таких приоритетных направления, которыми стоит заниматься. Меж тем, использование дронов в сельском хозяйстве – одна из приоритетных задач федерального значения. С этого года по решению президента Владимира Путина запущен новый нацпроект – беспилотные авиационные системы. А в Самарской области с ноября прошлого года введен экспериментальный правовой режим. Он позволит его участникам применять беспилотники в специальном упрощенном режиме – как при производстве и испытаниях, так и непосредственно на работе в полях. Нам нужно сформировать на основе этих испытаний, на основе сбора мнений от экспертного сообщества, тех заданий на основные агродроны. Мы должны сформулировать промышленности, что нам нужно от индустрии. И еще один важный момент именно для Минсельхоза федерального, для органа, который осуществляет государственную аграрную политику – это подготовит людей, которые могут эти агродроны использовать, потому что это все достаточно непросто. И не случайно мы это мероприятие проводим в стенах Самарского государственного аграрного университета. Все-таки вот в государственном гражданском заказе, который мы разместили в этом году, и согласно которому мы приобретаем почти 300 беспилотников, основная часть этих систем приобретается для аграрных вузов. Нам нужно скомплектовать полноценную и сформировать полноценную индустрию обучения. Для того, чтобы наши молодые специалисты, сегодняшние студенты, кто завтра пойдет на производство, пойдет на поля, знали этот вопрос не только в теории, но могли на практике реализовывать не самые простые элементы технологии управления беспилотными авиационными системами. В Самарской области создается кластер беспилотной авиации. Определенный оператор проекта. Он займется серийным производством, допуском к полетам и будет комплексно готовить кадры. В мире, с точки зрения применения дронов, агросельхозпроизводители используют дроны сами. С точки зрения готовности применения, очень важно прохождение обучения. То есть та зимняя школа применения агродронов, которую мы вели, показала, что минимальный срок обучения с наработкой практики – это две недели. Причем это не теория, а это практически две недели ежедневной отработки, знакомства с агротехнологиями, правильного построения задания для этого инструмента, правильной выбора точки старта, откуда производится обработка, где заполняется баковая смесь, каким образом готовить правильно баковую смесь, чтобы она эффективно работала именно с дронами и непосредственно как контролировать ход обработки этими роботизированными средствами. Уже анонсирована программа компенсации расходов на это обучение 90% стоимости. То есть тот, кто учится, платит только 10% при подаче заявки через систему федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем». Ожидаем, что в мае месяце эта система уже должна заработать. Сейчас эксперты аграрии формируют техзадания для производителей под конкретные задачи агропрома. В этом поможет и Самарская машиноиспытательная станция, которая одной из первых в стране будет тестировать функционал агродронов. А чтобы киберпанк стал ближе и роднее, на федеральном уровне разработаны новые меры поддержки. Например, льготные кредиты и лизинг на приобретение беспилотников.